всем привет привет сегодня мы с вами будем делать расклад я хочу пожелать всем прекрасного настроения не знаю как у вас у нас погода уже жарко опять вот шумы которые вы слышите возможно если вам мешают вот работает вентилятор у меня на полную хочу пожелать вам всем прекрасного настроения отличной недели расклад который мы будем сегодня с вами смотреть называется какую картину жизни рисует ваш внутренний художник позиции вы видите перед собой все как обычно а мы давайте без промедлений сразу и приступим к раскладу догнаться когда вы пишете ли нам так нравится ваша улыбка это здорово мне тоже нравится когда я нахожусь хорошего настроения я вам его могу передавать так позиция номер один первый вопрос сейчас я подвину немножко о способе компом чтобы мечу там вопрос какие я приготовил итак первый вопрос чего вам не хватает всегда смотрим разрезе момента здесь и сейчас чего вам не хватает на данный момент королева педаклей это может быть как забота внимание может вам не хватает поддержки может быть вам не хватает я не знаю дружбы человека для кого-то не хватает финансового аспекта денег не хватает может быть для кого-то может быть не хватает понимания до того как зарабатывать больше как приумножить свои какие-то ресурсы вот но выпадает потом и аркан силы как раз ки и говорящие о силе да то есть такое чувство что здесь каких-то ресурсов не хватает внутренних ваших ресурсов это не внешние ресурсы как будто бы силы знаете не хватает здесь не хватает концентрация начата на чем-то чтобы это дало отдачу вот чтобы это выстрелило что-то здесь такое то чем говорит королева пендаклей королева пендаклей говорит эту зигулку моя может быть кому-то действительно не хватает любви а кому-то может быть и не хватает моря и отдыха на море да то есть вот водные стихии для того чтобы она вас напитала напитала земную стихию эмоции может быть не хватает переживаний каких-то таких знаете ярких красок позитива но однозначно здесь не хватает ресурсов в чем абсолютно разные уже здесь со здоровьем тоже у кого-то есть какие-то неполадки и вот и отсюда идет утечка утечка энергии но каких-то ресурсов как внутренних так и внешне здесь про это каких цветов красок в жизни вам сейчас не хватает каких цветов красок жизни но опять педакли смотрите десятка педаклей король педакли ощущение того что вот вам не хватает какой-то знаете стабильности стабильности партнерства здесь вот как будто бы не хватает людей с деньгами либо людей с возможностями людей то есть не обязательно благодаря которым вы можете как-то вот продвинуться до либо воспользоваться их услугами а вообще здесь ощущение того что вот вам не хватает самодостаточных финансово самодостаточных людей такие знаете может быть приземленных и потому что вам не хватает этой энергии земли ведь десятка педакли помимо финансов это еще и система может быть здесь не хватает какого-то системного подхода и отсюда у вас идет недостаток в каких-то ресурсах ваших до в энергии недостаток энергии мы спрашивали каких красок в жизни не хватает чем-то не идет розовый цвет ну и коричневый и вот бежевые может быть цвета пастельные если мы говорим все-таки про художество а так знаете здесь чувство что вам не хватает спокойствие спокойствие вот почему-то проскальзывает у меня какая-то уверенность безопасность дайте когда находишься в системе ты понимаешь что зачем почему да какая-то вот определенность есть последовательность есть в действиях поступательность и это дает вам какой-то комфорт некий здесь вот вот эти вот красок не хватает уверенность вот я бы так сказала уверенности в чем в том что все узнать как то вот идет так как нужно все правильно все по справедливости здесь может быть вы чувствуете что вас в чем-то ущемляют что где-то что-то несправедливо а в чем с чем связано это ваша несправедливость где-то вот по шуту до ощущается что может быть вам вас как-то вот использую до где-то вы чувствуете себя в какой-то ситуации дураком обманутым да вот обманутых чем-то чем это связано с тем что по аркану повешенного не происходит какое-то развитие и вот вы себя ощущаете глупцом эти человеком который как тут ну не может реализоваться и от этого как-то какая-то вот ваша несостоятельность она не соответствует ваше внутреннее ощущение но как будто бы не соответствует внешним миром то есть внутри вы можете чувствовать себя уверенным богатым таким знаете изобильным человеком роскошных чем-то вот но внешняя какая-то атрибутика и либо проявление вовне она как будто бы вот не соответствует вашему внутреннему миру и вы иногда чувствуете себя как-то вот облапошенным что ли иногда бывает так ну вроде бы такой умный человек а поступает в какие-то ситуации как-то ну слишком чрезмерно может быть доверчивым да и там я не знаю ну например человек который работает в органах да у него украли например кошелек вот здесь какая-то такая несостыковка да то есть типа ты сам по себе закон и система и вот у закона и системы что-то украли ну то есть это противоречит ну вот каким-то понятием связанным непосредственно что вот закон это за правило да ну то есть а тут получается у служителя порядка да и вот его как-то ну я не знаю обманули вот как как то что то здесь вот такое идет потому что что-то не не развивается где-то какая-то ситуация подзависла и возникает ощущение того что где-то жертвы вы чувствуете себя жертвой каких-то обстоятельств потому что есть рамки где либо вам не не позволяет как-то знаете вот раскрутиться по полной показать себя в полной красиво вот что-то здесь такое какая-то вот такая вот несправедливость бывает иногда приходишь на новую должность да у тебя есть огромный потенциал а тебе вот какой-то не дают проект для того чтобы ты в нем развернулся показал себя в полной своей красе и ты чувствуешь себя вот как каким-то новичком да имея там есть спиной опыт 20-летнего стажа конкретный конкретном деле а чувствуешь себя как новичок вот какая-то вот глупость такая вот проскальзывает хорошо какие-то она преобладают сейчас ну огненные начинания да вот вот она вот ваше начинание и есть туз жезлов и верховная жрица энергии света да на самом деле вот здесь ощущение того что вы какие-то потаенные свои уголки бессознательного начинаете их освещать вот что-то новое происходит поэтому она еще она как будто вы знаете внутри вас развивается где-то какие-то моменты посеянные семена где-то наоборот уже дали плоды а вот вовне это все как будто бы не проявлено и какие краски краски яркости жизни но они какие-то знаете вот по верховной жрице они они спокойные они скрытые какие-то они ну то есть есть желание есть амбиции есть задумки есть какие-то вот мысли очень яркие что-то реализовать но это вот пока все тайное это все пока скрытое что-то новое такое знаете зарождается но она пока еще не проявлена либо вы что-то не видите либо вы еще не все понимаете в какой-то ситуации такие краски знаете интуитивно может быть чуйка вам говорит что я не знаю там познакомились с каким-то человеком и хотите понять что он чувствует по отношению к вам интуитивно вам кажется что вы нравитесь этому человеку да что он как-то проявляет себя по отношению к вам а внешне он ведет себя как будто вы знаете но но и не очень-то и и нужно да может не не писать как-то вот не проявляться и у вас вот какая такая несостыковка то есть то что вы чувствуете это что есть на самом деле но есть какая-то разница в этом и вы не знаете на что опереться то есть что истинное для вас что реально а что выдуманное иллюзорное как нужно а какие краски вам нужно внести сейчас пашпиндаклей краски знаете какой-то вот новизны но в плане любопытства интересом знаете вот пашпиндаклей это та энергия когда ей все интересно такая любознательность когда человек прислушивается да он меньше говорит не больше наблюдает какая-то вот внимательность присмотреться к чему-то если например знакомишься с каким-то новым человеком до прежде чем впустить его свою жизнь там я не знаю как друга как приятеля до начинаешь ну интересоваться какие у тебя есть интересы что тебе нравится для того чтобы найти что-то общее что-то схоже вот здесь вот такие энергии краски вам нужно спустить именно обращать внимание на детали больше приглядываться что-то здесь изучать и при этом двигаться да то есть что-то посмотрел здесь ощущение того сделал шаг осмотреть приглядеть какой результат ты получаешь понял осознал делай другой шаг то есть вот как-то знаете поступательный шаг какие-то выводы там что-то но не здесь не мыслительные процессы а по результату это вот когда берешь весы на на базаре положил одно яблочко либо когда встаешь вот союзные весы раньше были в поликлиниках там военкоматах такие вот знаете когда ты встаешь на эти весы там такая жестко стержень и горизонтальная такая линия вот и на ней этот как к грузик туда-сюда бегать до чтобы понять свой вес то есть вот там например 60 килограмм нет это не то надо еще подвинуть есть поставить сначала потом посмотреть есть выравнивание вот здесь что-то такое то есть совершить шаг и понять на оценить что как но при этом не оставаться на одном месте продвигаться дальше здесь должно быть движение еще какие краски необходимо нового дьявола да то есть а дьявол о чем с чем он связан шестерка пендакли здесь вам не хватает какого-то такого авантюризма в плане взаимодействия с другими людьми что это за авантюризм это знаете как вам нужно понять что такое как работает принцип вот это вот по десятке педагли финансовая система да как работает вот это вот энергия брать и отдавать вот этот вот баланс вы должны как-то знаете вот заинтересоваться деньгами здесь почему-то вот финансы они должны быть вам как-то вот вонящее притягательны вам не хватает вот это вот азарта я не знаю заработка денег не для того чтобы их иметь а вот сам вот этот вот процесс взаимодействия людей да с людьми то есть вы что-то делаете и вы получаете взамен и вот вот этот процесс он должен быть для вас любопытный но не в плане того чтобы продавать что-то людям да либо как-то взаимодействовать в таком формате а именно вы знаете вот а если я сделаю вот так какая будет реакция человека если я сделаю вот так какая будет реакция человека и это переносится например на свои продажи там вот если я предложу вот этот вот там продукт например либо вот этот курс либо вот эту услугу какая будет реакция а здесь а если его так попробую это как вот вы рисуете картину до сделали какой-то случайный мазок присмотрелись и потом думаете а если я еще добавлю вот этого цвета то что получится добавляете а вот еще вот это а если принесу вот такие линии до либо использую вот эту вот кисточку то как получится то есть вот здесь вот этого вот не хватает как-то вот взаимодействие почему потому что рыцарь педакли у меня из тройка в единицу люди перешли по первой позиции были мыслители теперь стали такие реалисты почему потому что рыцарь педакли знаете здесь как будто бы финансовый момент он для вас стал очень важным и вы как будто бы открывается для себя сейчас на данный момент финансы вам интересно как можно монетизировать свои какие-то мысли задумки идеи услуги вам это дается достаточно сложно на данном моменте может быть потому что появились какие-то дополнительные обязательства которые вы взяли по отношению к другим людям да и вот здесь появилась к это вот финансовая необходимость здесь каким-то образом вас заинтересовывает деньгами я не знаю почему прям запах денег и запах у меня идет золото я не знаю как пахнет золото но я вот понимаю что вот это вот запах это именно золото так какие нужно внести я сказала на какие нужно заменить краски какие краски заменить а по девятке педаклей краски и такого знаете какой-то вот закрытости отшельничество самодостаточности что вот мне всего хватает что мне больше не нужно мне так хорошо у меня все есть какая-то вот плюс ко всему какая-то холостяльская такая жизнь не вот когда я сам с усами да то есть у меня у меня все все есть большего мне не нужно вот здесь вот это вот нужно изменить перестать как-то бороться и найти успокоение в том что вот это вот отшельничество в плане минимализма до что но в принципе отшельнику ничего не нужно да он как раз таки ограничивает сам себя какими-то аскезами и вот и он понимает что в этом есть какой-то его рост развития здесь вам не надо развиваться вертикально здесь ощущение того что вот вам надо расширяться как-то горизонтально это знаете как может выражаться в дополнительном весе либо вы чувствуете неожиданно что-то вы как-то опухаете здесь объемы какие-то появляются и понимание того что вот вам нужно но либо кто-то отсекает да вот если мы говорим о проявлении в материальном плане да то есть вот здесь как как-то появляются какие-то объемы его вот эти вот объемы это как раз и про то что вам нужно расшириться у вас должен быть больше финансовый того доход ну для кого понятно такое слово как например там есть на финансовый поток расширения финансового потока хотя здесь не про это но вот у вас должно быть сейчас больше денег просто вот акцент прям идет на это вы пока не знаете как это сделать да потому что выпадает восьмерка мечей как-то видите какой-то безысходность но за ней идет десятка мечей завершение после этого вы пойдете в шестерки мечей в новое либо обучение либо во что-то новое выйдите из своей четверки кубков произойдет перерождение вы оставите прошлое позади обновление и появится что-то новое но вот это вот весь этот путь он связан как-то с финансами с финансами здесь мы картину нарисовали какого-то золотого тельца да здесь вопросы финансов для вас очень актуальны вот и поэтому ресурсы о которых я говорила в начале здесь ресурсы в плане энергии в плане сил как только вы вы них ощущаете как раз эту нехватку потому что вы как-то вот знаете на энергетическом уровне расширили себя свои какие-то объемы и эти расширения сейчас должны произойти в материальном плане отсюда вот эти вот финансы есть такое чувство что то что было внутри вас оно должно сейчас вылиться вовне и вы должны увидеть то что было внутри вас вот это вот богатство она как-то будет проявляться во внешнем мире в виде финансов про это была первая позиция позиция номер два двоечки чего вам не хватает вашей картине мира сейчас здесь идет тревога волнение переживания по поводу чего ну вот по поводу реализации своих каких-то мечты либо по поводу каких-то надежд что-то вы здесь тревожитесь с чем связаны ваши надежды но вам нужно найти какое-то решение чтобы двигаться дальше и вот вы очень думаете об этом это и вот какое-то ваше здесь дальнейшее движение здесь может быть либо какое-то расстояние да вы переживаете за какое-то расстояние между людьми может быть там я не знаю либо ребенок куда-то уезжает не вижу здесь детские энергии здесь скорее всего какие-то взрослые есть расстояние есть какая-то дистанция либо выстроена ментально какая-то стена между людьми либо на самом деле физическое какое-то расстояние если бы это расстояние вас от вашей какой-то мечты от ваших каких-то надежд каких-то ваших целей по поводу того куда вы хотите прийти а куда вы хотите прийти то здесь вы оставили то что для вас было как-то вот важно значимо вы как будто бы решились на что-то либо сейчас решаетесь и переживаете по этому поводу и вы идете каким-то трудным путем вы идете была пятерка педакли пятерка кубков башня здесь разрушение идет какие-то уроки вы проходите уроки кризисные уроки есть какое-то вынужденное движение что ли переезды могут быть вот такое тоже знаете вот как будто бы кто-то едет лечиться куда-то на расстоянии далеко не может другой город может за границу здесь разные какие-то моменты но они связаны как-то с дорогами дорогами расстояниями дистанциями как физическими так это может быть и ментальные но здесь вы проходите уроки уроки лишения вас чего-то здесь однозначно лишает выпаять за этот счет очень переживаете здесь идет разрушение чего разрушения ну вот где-то вы занимались самообманом хитрили как-то знаете хотели чтобы все что-то было просто но здесь просто не получится то есть как будто бы легко выкрутиться из данной ситуации не получится без знаете с без наименьших потери вы хотели бы чтобы не было каких-то потерь вот а здесь так не получается то то есть не получается без лишений себя вот вы знаете как это не получится не ограничивать себя например в сладостях и при этом сбросить какой-то вес на то есть не питаться правильно и чтобы вес ушел там катить как-то что вот было попроще вот а здесь так не получится здесь вас вынуждают делать то что вы как-то вот не очень хотите вот и поэтому здесь вы тревожите здесь у вас есть какая-то цель и вот насчет нее вы очень сильно тревожите каких цветов вам не хватает сейчас ну вот ройки кубка вам не хватает поддержки вам не хватает общения легкости какой-то вы знаете коммуникации может быть кому-то женской компании не хватает какой-то беззаботности может быть праздника до кого-то может быть не хватает какой-то вот может быть материнской поддержки до заботы либо кто-то не может позволить себе что-то что-то приобрести что-то купить здесь вот какой-то выбор выходит императрица да как будто бы вы не можете ли позволить себе реализовать вот именно реализации своих желаний вот вам этого не хватает может быть просто элементарно на на себя как-то что-то купить что-то приобрести для себя и это не получается сейчас и это имеет отношение как-то к вашему прошлому то есть здесь какие-то вот ограничения они связаны с прошлым сейчас вы что-то себе не позволяете вот не хватает вот этих вот знаете красок беззаботности легкости поддержки может быть даже ухода за собой вот если вы женщина да как-то вот элементарные на этом некий уже сделать садина какие-то спа процедуры ну вот у меня идет волосы покрасить да вот постричься как-то вот уход за собой вот такие вот все что связано с красотой может быть себе какие-нибудь публикушки купить да вот такое тоже не позволяете кому-то просто элементарно нет возможности купить сейчас обувь кто-то вот хотел бы обновить как-то свой гардероб либо купить купальник новый как-то на море вот что-то здесь такое что-то связанное с красотой хорошо какие-то она сейчас преобладают вот девятка кубков и рыцарь кубков выпали дам какие-то на сейчас какие-то такие знаете легкие душевные бывает знаете вот я не знаю почему про сладко может быть кто-то сейчас беременные вот есть такое вкусовые какие-то предпочтения есть например крема у пироженных они вот такие тяжелые после них потом вот такую груз в животе а есть я знаю как сливки такие легкие легкие то есть ты не понимаешь что ты что-то ешь да что-то попадает а вкуса как такового до понять сложно кроме того что это сладко вот здесь что-то такое какие-то там вот такие вот легкие преобладают мне идет лето мороженое вот где-то какие-то прогулки фонтаны я не знаю как это описать что это за тона не вот но если бы что-то рисовалось я бы рисовала такое знаете вот металлический белый металлический цвет роса идет пил металлический какие-то шарики металлические что за шарики не знаю тройка пентаклей может быть здесь что-то строите но если это стройка то она легкая она нету такой вы знаете вот как-то кто-то капризничает там либо ругается нет как-то вот знаете такое ощущение что закончился школьный год вот обучение да и лето жарко и дети вот на наполняет эти воздушные шары водой и вот обливаются летом жарко вот и последний день там друг друга обливают из фонтана вот эти шарики наполняет водой бросают что-то такое здесь идет с водой здесь идет с брызгами здесь идет такие что-то душевное такое доброе легкое не не совсем серьезное и она и не нужно вот здесь радость и что такое хорошее радостное какие нужно внести тушь педакли энергия вот прям счастье часть из подарков подарков определение знаете хочу сказать обновление действия двойка жезлов и королева кубков вот какого-то эмоционального обновления в чем какие нужно привнести как-то знаете почему-то определиться с выбором здесь есть некая такая дуальность и нужно ее превратить в четверку жезлов в праздник что это за энергии которые нужно привнести баланс какой-то сейчас я нащупаю здесь какая-то энергия такая меня смущает королева кубков потому что она идет здесь не совсем позитивном ключе она идет каком-то негативном как-то вот омраченяет что-то что-то есть что-то вашей ситуации что вас как-то начиняет но не такое чувство что кто-то готовится ко дню рождения знаете вот прям на стол накрываете а потом всегда появится какой-то человек который вышка выскажет что-то по поводу вашей готовки по поводу того что вот как в дом украсили либо что-то какое-то слово скажет и от этого вот какой-то неприятный осадок и казалось бы ну взял и ссори за выражение обкакал всю малину вот здесь что-то такое и вот это вот негатив он должен уйти для того чтобы все было как-то вот стабильно хороший такой праздник да для того чтобы был какой-то вот внутренним союз хорош такой тандем по двойке кубков либо вот состояние ощущения любви ну приятное приятное взаимодействие здесь это королева кубков она мешает или это женщина какая-то такая знаете заведущая но только кто-то завидует кто ли не кто-то знаете как-то вот пакостничает в чем не по крупному мелко и казалось бы ну блин хотел бы сделать что-то негативно уже бы сделала и успокоиться это вот не знаете вот как-то что-то вот где-то что-то ущипнуть это что-то уколоть причем это все так мелко мелочные и вот прямо сдайте хочет сказать ну ну позорно ну как так можно разве можно так поступать вот здесь какая-то такая энергия прям хочется сказать ну блин хочешь сделать плохо да ну сделал уже нормально такое что-то одно большое и уже получил удовольствие и отвали а здесь нету здесь вот прям вот человек как-то причем знаешь какая-то вот ехидство какое-то даже не то что как-то оскорбит а вот и знаете какая-то вот ухмылочка такая вот прям здесь какая-то вот манерная такая чутенько может она парик носит потому что у меня здесь вот что-то такое неестественное есть в этом человеке и такое вот твой и противное не знаю что здесь за человек вот он омрачает всю вот эту вроде бы так зайти как хорошо все начиналось и вот какая-то вот такая не очень приятная поэтому момент какая-то вот такая деталька и она мешает вот вот ее нужно убрать что вам нужно заменить что вам нужно заменить кольцо фортуны о чем она только жезла куда-то вы идете дальше помогу что вам нужно заменить вам десятки кубков надо прийти к наполненности к реализации своим желание вам нужно выйти из вашего какого-то сценарий какая-то зацикленность у вас идет зацикленность на на правильности да вот на правильности по иерофанту либо на том во что вы верите вот здесь какая-то либо ваше восприятие либо на семье на правде на какой-то вашей вере во что-то я не имею ввиду религиозное понятие вообще то что вы верите во что вы верите здесь надо отсекать надо отсекать какое-то вот ваше бездействие здесь движение просто не хватает а здесь как-то вот принять решение может быть вы ну как-то вот не совсем уверены ощущение того что какой-то вот вам пинок надо да знаете вот как-то подтолкнуть волшебный пинок подтолкнуть что вы пошли дальше движение импульса не хватает импульса до что вот вы как-то загорелись как-то захотели дальше двигаться вам вот этого не хватает так такая у вторая позиция мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку чего вам не хватает здесь не так много карт чего вам не хватает тройки луна солнышко вам не хватает ясности вам не хватает какой-то росы утренние если на такое ощущение что вот вам не хватает один раз проснуться рано рано примут на рассвете прям вот совсем рано и не знаю это где тут часиков 4 что ли пол пятого причем не в городе а где-то природе желательно чтобы это был как-то лес либо парк леса полоса мне идет поляна идет восход солнца и роса я не знаю почему роса и вот такое ощущение что вот это вот состояние одно почему не идет этот момент это как ассоциация какого-то пробуждение знаете вот света до наступил новый день наступил наступила что-то новое начало чего-то вот вам сейчас не хватает вот этого пробуждения почему вам нужно проснуться в это время это чисто символически знаете как ритуал что вот я пробудился я проснулся почему роса как как ассоциация чего-то свежего поскольку это все-таки вода свежая новое в состоянии вашей души как будто ваша душа хочет сейчас пробудиться и не хватает этого света причем знаете и не хватает чтобы вы это осознали она то это понимает я имею ввиду душа а вы как будто бы вы не совсем это осознаете вот здесь вот вам не хватает осознание осознание своей души что что-то новое родилось что именно то что на чем вы долгое время работали то что вы ждали здесь как будто вы знаете мне идет новое время пришло новая эра новая эпоха что-то такое новое новое и он что-то новое родилось знаете как это жду там есть на я появление там не знаю возрождение христоса льда либо его второе появление вот здесь что такое что-то вы новое ждали и вот здесь вам этого не хватает до увидеть это осознать понять что вот это вот новое может быть кто-то знак какой-то хотел о том что пришло ли время да вот здесь вот краски показатели того что время пришло каких цветов жизни красок вам не достает сейчас вот выпало солнце краски под луной чего вам не хватает солнышко не хватает радости вот но кому-то денег но это вторично первично здесь пробуждение даже не пробуждение я родился новый я я не знаю как вам сказать это новый я солнце солнечное сплетение про как будто вы знаете вот новый человек родился новый человек это вы какой-то такой здравый эгоизм что ли победитель что-то новое здесь должно родиться по королеве жезлов да позитивное вот что-то такое позитивное яркое не знаю это может быть ваши какие-то лидерские качества какие-то ваши способности умение вести за собой людей какие-то вот первопроходцы пионеры что-то новое родилось и здесь может быть у кого-то дни рождения может быть у кого-то праздники какие-то что-то новое я не знаю здесь касательно чего таких цветов а я сказал да каких цветов и либо красок жизни вам не достает ну вот того радости яркости позитива какие-то она сейчас преобладают асьмерка жезлов вот какая-то активность у вас и появилась движение выход из чего-то такого из прошлого да то что уже как-то себя обременяла а может быть знаете здесь еще как-то вот ощущение того что вы здесь если кто-то проводил практике регрессии вот вы как будто бы не знаю может быть внутриутробные какие-то практики вот здесь что-то про это как-то человек из прошлого из прошлой жизни он как будто бы родился в этом но не просто вы это увидели а здесь как осознание произошло здесь как рождение произошло произошло рождения нового то есть вы ушли от шестерки кубков от прошлого приятного такого чего-то нового наивного и по восьмерки жезлов как-то вот проявили себя по-другому активно какие вам нужно привнести еще тройка мечей и король жезлов ну вам во первых нужно перестать страдать вам нужно по королю жезлов как-то более активно себя проявлять более решительно перестать как-то волноваться грустить ли слезы и переключиться это на солнце смотрите луна солнце до луна это перевертая луна это прямое солнце да здесь солнце королева жезлов тоже огненная огонь король жезлов да тоже огонь здесь очень много солнца вам не хватает солнце возможно вам не хватает каких-то амбиции ваши цели поставить огонька жизни наслаждения удовольствия прямо знаете проявление себя вот вам яркости не хватает больше я не знаю в прямом смысле может быть кто-то живет знаете какие-то северных странах вам не хватает солнца на то есть вам не хватает света солнышко здесь прямом смысле не хватает у кого-то витамин d до недостаток йод не знаю почему то здоровье до пошло но вот у кого-то здесь щитовидкой тоже могут быть вопросы кому-то вот именно отдыха на солнце не хватает почему-то мне солнце идет я не могу понять почему может быть в закрытом каком-то пространстве и вам вот солнце не хватает либо каких-то новых идей так что вам нужно заменить какие энергии вам нужно заменить ну во-первых заменить семерку жезлов да вот это вот ваше отстранение отдаление ваша замкнутая закрытость поэтому краски она выпадает на тройку мечей вот здесь вот это разрушение себя она должно уйти вы это должны сменить и аркан влюбленных говорит о том что вот вы должны как-то определиться с выбором здесь знаете здесь нужно сменить свою модель на позитивное вот вы как будто бы осознанно должны стать позитивчиком здесь не хватает позитивного мышления я не говорю о том что вы пессимиста просто вот ваш какой-то прошлый опыт он сделал вас достаточно реалистичными с уклонностью вот что-то во что-то такое не совсем приятное вы как будто бы утратили вот это вот веру во что-то хорошее на что все получится вот вам здесь нужно выбрать это сделать анализ своей прошлой жизни понять что для каких-то вам уроков да вы почему-то выбирали этот негатив тройку мечей а сейчас вам это нужно все изменить сейчас нужно выбрать что-то другое нужно выйти из своего вот этого отшельника четверки педакли своих какой-то вот закрытости нежелание двигаться дальше и пойти восьмерку педакли то есть захотеть захотеть вам здесь желание не хватает захотеть поработать над собой захотеть перемен да вот королева мечей говорит у нас а переменах вам нужно выбрать эти перемены здесь вы но нету немножечко уверенности здесь как будто бы сомнения появились после очень многих неудач вашей жизни появились сомнения в себе вы как будто бы сомневаетесь в себе и вот здесь вам то что нужно сделать перестать сомневаться в себе как будто бы заново открыть себя и поверить во что-то такое знаете хорошее позитивное что вы достойны здесь такое ощущение что все что новое вам предложит вы как будто бы ну не верите изначально говорится не у меня этого не будет не вы как будто бы сразу начинаете говорить своими убеждениями которые выстроились на основе прошлых неудач а здесь вам говорят произошло какое-то вот обновление до перерождение и вам нужно заново научиться верить заново научиться проявлять себя быть более решительным таким огненным активным общительным вы ощущение того что знаете вот были в тюрьме и вот вас выпустили вы заново учитесь адаптироваться к миру до мир как будто бы изменился и вот вам заново нужно научиться я не знаю ездить в метро на там есть на цена билета поменялась как-то приобретение билета по-другому стало да и вот вы как будто бы заново это учитесь что-то здесь такое но из того что вот этот прошлый опыт есть он вас останавливает и вам говорит говорится то что ну не нужно его в новое нести потому что жизнь она как-то по-новому вас заиграла это знаете вот жили-жили на земле земными понятиями а потом вас забросила на какую-то другую планету и вот на этой планете вам нужно адаптироваться вы адаптируетесь исходя из земных каких-то понятия вам говорят вот эти земные понятия они вообще уже не актуальны на той планете то есть нам по-другому выстраивается коммуникация другие формы на другое взаимодействие вот вам нужно научиться по-новому не сначала отбрасывая вот все а вот как-то вот по новому вообще по-другому то есть мыслить но это знаете как сейчас когда люди допустим ну вот из высшего союза переезжают за границу до иммигранты им очень сложно первое время адаптироваться почему потому что и все что с чем они сталкиваются они сталкиваются исходя из своих и своего сравнения с той жизнью с которой они жили им адаптироваться в новом государстве достаточно сложно потому что там другие устои другие правила и вот это вот например понятие того что ну в россии там к 30 годам у тебя должна быть уже семья там какие-то успехи все такое ты уже там можешь считаться старик там либо если разведенная в 30 лет у тебя есть ребенок да как говорится с прицепом вот это вот непонимание да вот когда ты приезжаешь например за границу для таких вообще понятий нету то есть 30 лет ты еще подросток условно говоря еще незрелая личность у тебя еще даже нет возможности завести семью вот это вот разногласия и человеку сложно адаптироваться до сложно построиться потому что он оценивает весь мир исходя из призмы своей прошлой жизни здесь вам говорят не надо сравнивать прошлое и настоящее то есть не надо вам ставлю на время там сейчас россия пример да и вот если вы эмигрирует сами за этом в америку там европу какую другую страну это абсолютно разные понятия вам нужно научиться так как заново это когда изучаешь иностранный язык учителя иностранные языка всегда говорят вам не нужно переводить с русского на допустим на английский вам нужно научиться мыслить на английском языке вот это очень важно потому что да ты переводишь с одного языка как то как ты думаешь да на другой язык теряет смысл потому что ну не знаю попробуйте любой русский анекдот перевести на какой-нибудь другой иностранный язык где в котором вы владеете вы поймете что уже не смешно шутка не то почему потому что вам нужно научиться мыслить на том языке не переводить а именно мыслить на том языке вот здесь вот речь как раз и про это вам не нужно переводить свою прошлую жизнь на новую а вам нужно научиться по новой как-то жить не спрашивайте меня как по-новому я вот когда читали такие комментарии потому что я не знаю как вам ответить объясню в чем причина причина заключается в том что когда новая этому новому вас нету опыта поэтому его описать я не смогу новое то что вы ранее не пробовали то что вы ранее не делали то куда вы ранее не ходили поэтому она и называется новая ну например если вы никогда не пробовали я не знаю лягушек там либо не знать тараканов что то мнеدят в таиланде да что то такое как я вам могу описать что это похожи могу сказать что например лягушки это вот как курицы потому что это опять сравнение но лягушки наверно есть какой-то свой вкус на там либо устрица вы их никогда не пробовали вот как вам сказать вам что вот вам нужно это вы попробуйте его поймете что вам нужно что нужно попробовать делайте то что вы ранее не делали поедите путем от обратного да то есть ну как-то вот других каких-то советов нет здесь есть только внутреннее желание это что вас будет вести к этому вот ваш внутренний отклик он голос он будет вам говорить куда вам идти что вам нужно что для вас новое а что нет как-то так а сегодня самая большая позиция это 2 обычно она самая маленькая так а я с вами прощаюсь хочу пожелать вам всего самого наилучшего хорошего недели такой плодотворные кто едет в отпуск хорошо отдохнуть кто не едет продолжить работать с удовольствием с любовью позитивных энергий вам тепла всех вас обнимаю крепко крепко всем пока пока